Говорят, Татьяна Овсиенко спилась, не узнать ее на свежих вод. Пес устроил погром в доме Пугачевой, раскопал орхидеи. Лолита вспомнила совет Пугачевой добрым словом, стало известно, куда сбежал Галкин, он взволнован. Насте Явлееву предлагали лишить гражданства, но в Госдуме говорят, это невозможно. Самая яркая и важная новость, как обычно обсуждаем вместе, четко, без воды. С вами Жан Содель, здравствуйте. Просто шоковый шок. Татьяну Овсиенко не узнать, была очень красивая девушка, а шо вот это на свежих фото, и это всего 57, далеко не старое. Лицо очень расплывшееся, дряблое, и вот московский комсомолист еще в 2000 году писал, что виноват гражданский муж, очень неласково к ней относился, мягко говоря, помимо этого, спаивал. Ну, что касается зеленого змеи, однозначно в рот никогда никому не наливает. То есть, у человека есть какое-то хобби, свои принципы, интересы, не будет он круглосуточно пить. Татьяна Овсиенко стала заслуженной артисткой России еще в 2001, вот примерно через, сколько, 12 лет, в 2013 вышел ее последний альбом, который называется «Время». И вот, если верить Википедии, с тех пор у нее пауза. То есть, 11-летка, я понимаю, без дела сидит. Когда родителям показалась фотография, они говорили, не знаю, кто это. Когда я сказал, что Овсиенко, аж рты пооткрывали. Что думаете, друзья, по этому поводу, напишите в комментариях. Пятый муж Пугачевой, Максим Галкин, показал, что же происходит в Израиле у Аллочки после юбилея. Оказывается, пес уроки не выдержал и выкопал землю из орхидеи. Позже в угол спрятался, боится, что Алла накажут. И вот тут же пошло обсуждение в интернете, что пес-то чувствует энергетику. И, быть может, хоть как-то поэтому решил напакостить Пугачевой. Пышно отметить юбилей Пугачева не смогла. Звала примерно 160 гостей, но воздушное пространство закрыто из-за израильско-иранского конфликта. И вот именно поэтому она питает иллюзией перелететь на Кипа. Лолита Милявская, подружка Пугачевой, вспомнила добрым словом Борисовну. Говорит, влепила она ей после вечеринки декабрьской. Вот что заявляет, цитата. Пугачева в очередной раз сказала, что надо быть умнее в этом возрасте. И нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруге, сказал Лолита в интервью. Не скрывай, что дорожит дружба с Пугачевой. Говорила она об этом и в фильме «Ксении Собчак», который вышел в честь 75-летия Аллы. Как понял, и Милявская, и Пугачева одного поля ягода. И вот если Лолите закрыли дорогу в шоу-бизнес, то это неспроста. Максим Галкин, оказывается, сбежал на Кипр. Как раз в то место, куда пыталась прилететь Пугачева, но не успела. Заметили Галкина в Лимассоле. Там же есть пентхаус, телеграм-канал Мэш. Напомнил, что купили его примерно за 10 миллионов долларов. Еще в 17-м году было это. То есть готовили запасной аэродром. Но Галкин вылетел на Кипр, потому как дает постоянно гастроли в небольших каких-то ресторанах или где-то. Сообщают, что Галкина заметили на Кипре, когда он шел к ресторану морской кухни и был очень взволнован. Ну и понятно, явно побаивается, что мадам Брошкина, глядишь, найдет там некого другого муженька. Действительно, если Галкин иноген, то Пугачева нет. Если она от него просто отсоединится или возьмет детей, да, то и без проблем прилетит в Россию. Там еще, глядишь-то, и Песков ручку будет целовать. Блогера Настю Явлееву, что созвала мерзкую вечеринку и туда пригласила звезд шоу-бизнеса, просит лишить гражданства. А в Госдуме ответили, что это невозможно. Часто прокомментировал зампредседатель комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Цитата. Действовать нужно в рамках правового государства. Конечно, дискредитация российской линии может иметь серьезные последствия. Но все же граждане России на законных основаниях не могут быть лишены гражданства и не могут быть высланы из страны, заявил парламентарий порталу Ньюсру. Я вам помню, ранее сообщал, что дискредитировала она российские силы, да вообще не поддержала российскую линию, потому что были публикации в Инстаграме. Она просила остановить российскую операцию. Сперва она скрывала эти публикации, потом опять их опубликовала. Ну и говорят, что сейчас ей грозит штраф где-то от 30 до 50 тысяч российских рублей. Такие вот новости, друзья. Что думать по поводу Татьяны Обсиенко? Что с ней произошло? Почему оно кардинально поменялось? Неужели действительно в запоях? Какие мысли по поводу Лолиты Милявской? Делает комплименты Пугачевой, да, вспоминает ее добрым словом. А не пора ли ей в гости? Что думать по поводу Максима Галкина? Как так вышло, что он на Кипре, а Пугачева в Израиле? Как вам Настя Ивлеева? Вообще в комментариях публикуйте вообще любые свои мысли, все, чего душа пожелает. Вместе обсуждаем самая важная и интересная тема и находим истину. Обязательно оцените это видео, чтобы увидели и другие. И подпишитесь на канал, ведь вместе интересно. Обсуждаем свежие новости каждый день. Очередной выпуск уже завтра. Есть вариант поддержки канала Номеркарты ссылка на донат в описании под видео. Огромное спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Отличного вам четверга. Редактор субтитров А.Семкин